Приветствую на нашей традиционной встрече друзей, приветствую всех, кто в прямом эфире, также приветствую всех, кто смотрит эту запись в записи. Представлюсь, меня зовут Семенова Наталья, я сертифицированный тренер Всемирной Ассоциации Интеллектренеров Суперджамп. И сегодня я проведу встречу, буду рассказывать о том, что же такое курс Суперджамп, почему он может быть для вам полезен, какие решает задачи и более того, проведу ее не одна, вместе с доктором. Сегодня вы получите научное и медицинское обоснование, почему Суперджамп очень важно пройти каждому человеку на планете Земля. Знаете, два с лишним года я уже практикую, тренирую, тренирую, и, как оказывается, самое трудное в профессии интеллект-тренера – это объяснить людям, что же такое курс Суперджамп. И за это время, за время тренировок у меня родился такой пример. Вот как объяснить человеку, какой банан на вкус, если человек его ни разу не пробовал. Вот представьте, перед вами такая задача. Как вы будете объяснять вкус банана человеку, который никогда его не пробовал? Вы будете говорить, ну он такой мягкий, ну вот он такой вот сладкий, он такой вот вкусный. Ну, что бы вы ни говорили, человек вкус банана не ощутит. Правда же, согласны со мной? Вот до тех пор, пока не попробую. Вот Суперджамп примерно то же самое, но я всячески буду пытаться объяснить, чтобы хоть какое-то представление у вас было. Более того, скажу, что когда я сама решилась пройти курс Суперджамп, основным двигателем, то есть как бы вот этой кнопкой, нажать кнопку «Да, я пошла», было не объяснение тренера. Что-то она мне объясняла, объясняла, я, честно признаться, до конца я не поняла. Я пошла на авторитетное мнение, на доверие, да, я доверилась человеку, который меня позвал. Но, возможно, вы сегодня до конца так и не поймете, о чем мы будем говорить, но, возможно, вы пойдете на доверие к тем людям, которые будут про это рассказывать. Ну что, я думаю, что уже максимальное количество собралось, и давайте подступимся все-таки к нашему курсу. Давайте начнем с того, что методика Суперджамп – это тот курс, который создавался не на коленке в момент пандемии, когда огромное количество контента в виде марафонов, тренингов, разных вебинаров, обучающих программ были выброшены на просторы интернета. Наша методика создавалась, внимание, 35 лет. И за это время были собраны лучшие упражнения и практики в области развития взрослого человека. Вот начиная от времен шумерской цивилизации, заканчивая нашими днями, было собрано 300 лучших практик. То, что очень быстро человека приводит в ресурсное состояние, развивает его гениальность, дивергентное мышление, делает апгрейд его иммунной системы, помогает сохранять радость, позитив, находить внутренние точки опоры. Вот все, что было создано человечеством, все собрали. И вот в этих 300 практиках было все, поверьте. И на углях ходили по углям, и на гвоздях стояли, и в динамические медитации заходили, и расстановки, и дыхательные практики. Ну вот буквально было все. Но вы же прекрасно понимаете, что невозможно выполнять 300. Да, и вот даже мем есть в интернете на эту тему. Пока с утра проснулась, да, ты дневника благодарности написала, тут подышала, здесь замерла, здесь растянулась. Два гладка воды, потом еще три стакана. Ну то есть, ну это невозможно. Все, уже к обеду ты устал полностью, правда же? Так вот, эти 300 практик мы пропустили сначала через такое большое сито, да, потом чуть поменьше, еще поменьше. Восемь лет тестировали в различных комбинациях, и в конце концов оставили восемь самых эффективных, самых простых, самых легких упражнений, которые человек точно может делать, точно может делать с легкостью. Некоторые наши упражнения занимают секунды, секунды. Вот, и, собственно, упаговали это, снабдили эти наши восемь жемчужин, мы по-другому их называем, снабдили их несколькими педагогическими приемами. Собственно, вот и получился наш онлайн-курс, который дает человеку очень быстро найти внутренние точки опоры и перейти в другое эмоциональное состояние. Еще с другой стороны зайду, то есть я немножко обрисовала, как технически все это происходило, да, создание курса. Теперь пойдем с точки зрения именно интеллект-тренера. Я люблю нашу индустрию сравнивать с фитнес-индустрией, потому что фитнес всем понятно. Да, кто такой фитнес-инструктор, всем понятно. Это человек, который помогает содержать наше тело стройным, подтянутым, здоровым. Кто такой интеллект-тренер? Интеллект-тренер – это человек, который тоже работает с телом, только с метафизическим. С телом, в котором живут наши чувства, мысли, эмоции, где живет наш дух. Я думаю, что вы слышали выражение, говорят, человек духом пал. Слышали? Вот человек духом пал и физически сгорел. Или наоборот, духом воспрял. Человек воспрял духом и победил смертельное заболевание. А вот теперь вы это только вдумайтесь. Ничего физически не менялось. Человек не принял никакую таблеточку, да, на человека не было никакого воздействия извне. Дух. Если ты им пал, ты пропал. Если ты духом воспрял, ты победил. Получается, есть что-то, что влияет на наше физическое состояние. Но вот в данном случае мы говорим, что это дух. Так вот, интеллект-тренер работает с нашим духом. Интеллект-тренер тренирует состояние. И если фитнес-тренер помогает прокачивать мышцы физического тела, то интеллект-тренер помогает прокачать состояние. Какое состояние мы качаем? Состояние счастья. Согласитесь, ни один адекватный человек не скажет, что счастье – это не мое. Мне не надо. Правда же? Каждый адекватный человек желает счастья. Мы изначально рождаемся по праву рождения счастливыми. Просто потом где-то утрачиваем эту способность радоваться, быть счастливыми. Начинаем думать, что для счастья нам что-то нужно. Вот куплю машину – буду счастливым. Или построю дом – буду счастливым. Как раз-таки все наоборот. Сначала ты становишься счастливым, а потом уже из этого состояния счастья внутреннего ты с легкостью достигаешь любых других своих целей. Потому что если наоборот тебе всегда будет не хватать. Сколько длится счастья от покупки машины? Ну так, глобально. Ну сколько-то времени порадовалось, потом стало обыденным, и тебе уже что-то большее нужно для счастья. И так далее, и так далее, и так далее. Почему нам важно быть счастливыми? Ну потому что, во-первых, человек счастливый, он обладает более стойким иммунитетом. И это ученые уже доказали. Защитные функции организма, так называемые макрофаги, они гораздо активнее защищают наш организм. То есть с точки зрения здоровья, обратите внимание, что позитивные люди, они болеют реже. И если болеют, то в какой-то вот такой вот легкой форме. То есть это первое, физическое здоровье, крепкий иммунитет. Ну и второй момент, счастье, оно заразно. Оно как будто бы передается воздушно-капельным путем. И хотим мы того или нет, эти 15% мы транслируем в наш внешний мир. Например, да, вот иду я по улице, идет мне навстречу Ольгу, вижу на экране у меня крупную. И я говорю, Оля, как ты здорово выглядишь, какая кожа светящаяся, какая прическа. Ну ты просто сегодня богиня красоты. И Ольга такая, ой, здорово, спасибо. Все, я ушла, меня уже нет, я уже села, не знаю, в метро уехала. А у Ольги настроение приподнятое. И она вот с этим чувством легкости, радости приходит домой и еще от моих 15% и еще 5% раздает своим людям. Представляете, какая зона влияния, когда ты берешь ответственность за себя, за свое настроение, за свое состояние, понимая, сколько людей ты в это можешь вовлечь. Ведь все же точно так же работает, когда мы в другом настроении, когда мы в депрессии, когда мы в обиде, когда в раздражении, когда в тревоге, когда нам страшно. Что мы транслируем? Когда агрессия? Что мы транслируем? Это и транслируем. Как я говорю, мужа по шапке настучал, начальник, пришел домой, сорвался на жене. Жена на детях, дети пнули кошку, кошка утром сходила в ботинки. Все, круг замкнулся. Понимаете? Очень важно, и вы знаете, когда я говорю, для чего это? Для человечества важно, чтобы каждый человек прошел курс суперджам. Да потому что вопрос, что ты будешь распространять вокруг себя. Потому что сейчас идет огромное давление как раз-таки распространения тревоги, страха. И люди вот в этом варятся, и очень трудно оттуда выбраться. Это в масштабах мира. Но во масштабах одной семьи то же самое. Когда ты с претензиями, и тебе на претензии отвечают, и очень долго люди не могут выбраться из этого, потому что не развит эмоциональный интеллект. Курс интеллект тренировок. Это не значит, что мы здесь IQ повышаем. Мы развиваем эмоциональный интеллект. И сейчас это на самом деле очень большой тренд. И люди с развитым эмоциональным интеллектом совсем скоро будут завоевывать. Это знаете, как на собеседование. Пришел, так, курс суперджам прошел. Ага, высокий эмоциональный интеллект. Берем. Очень важно развивать этот эмоциональный интеллект, чтобы не поддаваться эмоциональным качелям. Чтобы управлять своим настроением. Чтобы в момент конфликтов и вот этих взаимных претензий ты мог точно центрироваться, остановиться и помочь своей же семье внутри выйти на новый уровень. Но это так немножко вперед забежало. И так мы качаем состояние. Состояние счастья. Делаем это через наши простые 8 упражнений, которые мы отобрали из 300 за 35 лет. И, собственно, надо сказать, что упражнения настолько простые, что на первый взгляд может показаться, что это не работает. Но работает, знаете что? Работает то, когда ты их делаешь. И наверняка 80 процентов, особенно если вы человек в развитии, 80 процентов из наших упражнений наверняка вы слышали, знаете. Знаете, но не делаете. И вот это моя коронная фразочка. Знать и не делать равно не знать. И возвращаясь к фитнес-индустрии, все мы прекрасно знаем, как прокачать пресс. Почему не у всех есть кубики на животе? Потому что не все качают. И даже если ты надеваешь супер модный спортивный костюм, идешь в супер зал к самому крутому тренеру, подглядываешь в спортивный зал и видишь, как он там помогает людям. Раз, два, раз, два. Люди пресс качают. И ты думаешь, да я знаю это. Но это элементарно. Я это знал. Да я еще подсказать могу, как качать. Но только в этот момент твой пресс никак не улучшается. А человек, который качает пресс, у него он вырисовывается. Еще раз. Знать и не делать равно не знать. И результатом успешного прохождения курса, когда вы включаетесь в эту работу, становятся события, точно так же вырисовался пресс, в нашем случае становятся события, которые начинают происходить в вашей жизни. Потому что, когда ты переходишь в другое состояние, можно сказать, что ты переходишь на другие линии жизни. И не существует никаких обстоятельств, по большому счету. Мы сами творим свои обстоятельства ежесекундным нашим выбором. И в том числе, какое с утра платье надеть, какого настроения. Выбирайте утром счастье. Выбирайте утром радость. Принимайте это решение. Сегодня я буду радостным и счастливым. И чтобы в течение дня не происходило, мы просто сами себе напоминаем. Я сегодня что выбрал? Быть радостным? Все. Я это сохраняю. Конечно же, в тот момент, когда меня спрашивают, ну что же я получу на курсе? Ну вот как это может проиграться? Я не знаю, друзья, что произойдет именно у вас. Но если вы включаетесь в выполнение упражнений на 100%, с максимальной страстью и огоньком, события начинают происходить у максимально открытых людей. Буквально на третий, четвертый, пятый, шестой день. События разного порядка. Кто-то мирится после десятилетней ссоры. Например, представляете, мама с сыном не разговаривали 10 лет. Ну как вам эта история? И происходит примирение на курсе. Пара, которая подала на развод, на восьмом упражнении улетает в свадебное путешествие во второй медовый месяц. Как вам такая история? У меня лично была история, когда девушка пришла абсолютно разбитая ко мне на курс, она риэлтор. И она говорит, ты знаешь, я просто вот в таком расстройстве две недели назад потеряла пакет с документами, документы на квартиру, ключи от квартир. То есть целый пакет от нескольких квартир. Представляете, какая это вообще трагедия для риэлтора. И вообще ничего с этим сделать невозможно. Она говорит, я просто рассыпанная. Я говорю, слушай, подсоберем, давай на курс. Вот вы можете поверить или нет, на третий день абсолютно счастливый человек. Она говорит, ты не представляешь, пакет нашелся. Я там в кассе супермаркетов, в которой я обычно покупаю продукты, покупаю в очередной раз что-то там на ужин. И продавец мне говорит, девушка, а случайно вот не вы, не так давно у меня пакет забыли на кассе. Представляете, ну происходят какие-то такие вот маленькие чудеса в виде места на парковке, в виде того, что вот одна ученица у нас говорит, представляете, просто внезапно позвонили там из поликлиники и абсолютно бесплатно предложили пройти МРТ всего. Ну я ж не помню, как это называется, но какие-то абсолютно дорогостоящие исследования просто предложили пройти по ОМС. Ну в общем, что случится с вами, я не знаю. Но как правило, это что-то такое из ряда волшебства, хотя абсолютно все научно объяснимо. Как только ты переходишь в другое состояние, начинает работать другое поле, и по закону подобное притягивается к подобному, в вашей жизни начинают происходить перемены. Вот, собственно, так случилось и со мной. Изначально я прошла курс после полного эмоционального выгорания по своему предыдущему проекту. Не хотелось ни петь, ни свистеть, а в принципе большинство людей сейчас живут вот в такой реальности, да, глобальное психологическое, эмоциональное давление, да, стрессы бесконечные, хроническая усталость, апатия, да. И вот в этом состоянии я прошла курс, получила свои фантастические результаты в виде того, что у меня не просто крылья за спиной выросли, да. У меня как будто бы два мощных турбодвигателя поставили, и я снова, как вот, знаете, во времена студенчества готова была творить, лететь, делать. И, собственно, увидев ценность капитальную вот в этом курсе для людей, я приняла решение подхватить это движение суперджам. И, конечно же, большим показателем для меня в том числе были люди, которые выбирают эту профессию. Кто эти люди? Как правило, это люди, помогающие в профессии, которые уже помогают людям, которые, возможно, помогли не одному десятку людей. И в этом, конечно, тоже наша большая-большая ценность и сила. И вот сегодня на нашу встречу я пригласила доктора, человека, который суперджам прошел именно у меня. И когда он пришел ко мне на курс, у нас там есть первый момент знакомства, мы знакомимся очень таким интересным способом, мы представляемся. Мы представляемся и через свою я-историю, чем я горжусь. И когда этот человек открыл рот и стал говорить, кто он, мне хотелось спрятаться под стол, потому что я думаю, господи, чему я могу научить этого человека? Собственно, сегодня он здесь. В качестве моего коллеги, человека, который прошел суперджам, увидел ценность этой методики, ценность для людей. А он уже 40 лет в помогающей профессии. И он как доктор даст сегодня научное и медицинское обоснование нашему курсу, и в том числе даст такое направление людям понимания, с какими проблемами они запросто могут прийти на курс суперджам и получить здесь помощь. Итак, я представляю сегодняшнего моего собеседника. Это доктор, это онкохирург из Казани. Человек, который за свою жизнь провел более трех тысяч полостных операций, 40 тысяч эндоскопических операций. Человек, который возглавлял научное производственное объединение, создал его, оборудование которого стоит в каждом городе нашей страны. И на этом оборудовании сделано уже больше 10 тысяч операций, если не 100 тысяч. Наверное, Виктор меня попросит, поправит какие-то космические цифры. Миллионов. Миллионов? Ничего себе. Больше же 10 тысяч хирургов было подготовлено им. То есть человек, он-то коуч, он-то психолог. Представляете, вот такой вот светило научный зашел на курс Суперджам. И Виктор Одинцов, давайте поприветствуем. Если вы можете, если у вас включена камера, вот так вот аплодисменты. И Виктор, я предлагаю сегодня в виде интервью с вами поговорить. И первый у меня для вас вопрос. Вот почему вы решили пройти этот курс? Потому что вы, как человек знающий, знаете очень много, как доктор, как психолог. Но почему вас заинтересовал курс Суперджам? Спасибо. Я понял, что меня слышно, да? Друзья, слышно? Отлично. Слышно, видно. Да. Но сразу отвечу, почему. Любопытство, друзья. Нам же с детства характерно любопытство. Согласны? Мы же так развиваемся. Вот ребенок идет. Так интересно. Конечно, я зашел на курс уже взрослым человеком. И, как Наталья сказала, я занимаюсь медициной давно достаточно. В 80-м году я закончил Казанский медицинский институт. По распределению приехал в Нижнекамск. Начал работать районным хирургом. Потом в 84-м перебрался в Казани. Пошел в ординатуру по хирургии. Защитил диссертацию операций на желудке. И у меня высшая категория и госпремия в области эндохирургии, эндоскопической хирургии. Вот. И Наташа уже сказала, я даже поправил. Дело в том, что нам посчастливилось сделать первое производство эндохирургического оборудования в России. И где бы вы сейчас ни были, в любом городе есть наше оборудование. Он называется эндомедиум. Казань – это огромное объединение. И я поправил Наташу, потому что сделано больше 10 миллионов операций. Друзья, это оборудование есть во всех городах. Представьте себе, сколько хирургов. Тысячи хирургов на нем оперируют. И недавно, когда я говорил, что мы всего по одному показателю, это малотравматичная хирургия, снизили смертность, это десятки тысяч людей спасенных. Я это говорю просто потому, что занимаясь малотравматичной хирургией, а это удача, конечно же, это каждый человек очень талантливый. Каждый, кто сейчас сидит и смотрит, это светило, как меня назвали. Ну, удача, друзья, удача. Даже далеко не всем медикам удалось, практически никому не удалось сделать производство. Совпали, как говорят, звезды сошлись, да? Поэтому в прошлом веке я занимался практической хирургией и внедрением эндокирургии. Малотравматичной хирургии. Но в этом веке я занимаюсь тем, чтобы люди не попадали в больницу вообще, понимаете? Кто такой хирург? Николай Иванович Пирогов. Его именем названо Российское общество хирургов. Такой почитаемый. И у меня в кабинете висит его выражение. Очень красивое, глубокое. Самая лучшая операция. Та, которую тебе удалось не сделать. Но это в хорошем смысле, конечно же. Когда ты все сделан для того, чтобы человеку, пациенту избежать травмы еще хирургической. И уже с 2000 года я занимаюсь темой профилактики опасных болезней. Прежде всего, рак, инсульт, инфаркт. Я работал в онкологии 8 лет. Я знаю, что такое онкология, не понаслышке. Ежедневно 8 лет. Представьте себе. И, конечно, моя тема – здоровье лидер. Я считаю, что любой человек, во-первых, внутри лидер. Если он осознает себя честно. Как только вы сами решаете какую-то задачу, вы уже лидер. Даже сейчас пойдете куда-нибудь, вы себя уже ведете. Когда идете к своим целям. И мне кажется, что все зависит именно от здоровья лидера. Общественное здоровье. Социальное благополучие. Экологическое благополучие. И просто здоровье семьи, людей, которые трудятся в предприятии. Во многом связано с лидерами. Поэтому я избрал такую тему. И уже с 2001 года написал свою первую книжку. «Лидеры интуиции здоровья». Если кто-то захочет прочитать книжки, просто наберите Виктора Одинцова. Официальный сайт. И вы сегодня же их найдете. Но тот вопрос, который задала мне Наташа, меня возвращает в октябрь 2021 года. Когда 15 октября я начал проходить свой первый курс Суперджамп. Я до октября не знал этого слова, друзья. Суперджамп. Для меня не было знакомо это слово. Просто я увидел свою знакомую Аню Юлиасову из города Томска. Обаятельную девушку, которая стала еще ярче улыбаться. Я написал в инстаграме. «Аня, а что с тобой происходит? Почему ты так ярко улыбаешься?» Она сказала. «Виктор, Суперджамп. Если хочешь, зайди на смехозарядку, упражнение такое». До курса я зашел на смехозарядку и видел, что люди просто смеются, а потом делятся своими впечатлениями от этого удивительного упражнения. Я уже был опытным человеком, потому что я занимался йогой. Сам преподавал, кстати, представьте себе, мне посчастливилось преподавать антистрессовые курсы в Цхинвале, когда там началась война, и в Оше, когда там была трагедия. Я это не понаслышке знал. Знаю, что такое дыхательная техника, практика. На себе испытал. Но когда я зашел на смехозарядку, здесь я сейчас вижу Николая Краснородского, которым много раз заходил на зарядку, на эту утреннюю. Знаете, как будто вот этот луч света, когда люди просто смеются без причины, друзья, просто для того, чтобы освободить внутреннее пространство тела от накоплений. Я уже тогда знал простую вещь, что эмоции, именно эмоции, не чувства. Чувства – это любовь, радость, это доброта, это благодарность, ясность. А вот эмоции – это всегда мысли. И вот мысли, которые оседают в теле, они создают болезнь. Раздражение с годами накапливается, может привести к инсульту. Потому что, когда мы раздражаемся, обратите внимание, лоб морщится, голова напрягается. Обиды – это известно, я думаю, многим из вас, что они снижают иммунитет и могут привести даже к онкологии. Это факт. А вина плохо действует на сердце. А при коронавирусе особенно была опасна скрытая эмоция страха. Люди, которые именно, даже если они себя убеждали, но внутри была вот эта эмоция страха, она влияла на легкие и хучало то, что называлось тогда цитокиновый шторм. Погибали, к сожалению, люди от осложнений. И когда я прошел Суперджамп, знаете, я честно вам скажу, что на третьем занятии Наташа была на этом курсе, она была ведущей, хотя основным ведущим была Аня Елясова, Сергей Аберимов там были, потом они стали моими друзьями. А Наташа, она уже была таким старшим человеком-куратором, то есть старшим интеллект-тренером. И на третьем занятии их 10, вам уже сказали, наверное, там 8 упражнений. После третьего упражнения я понял, что это классно. Это легко, это может использовать каждый, и это очень по-человечески. Это создает то, что сейчас наиболее важно. Друзья, вот я сейчас вам скажу то, что, на мой взгляд, важно в современном обществе. А вы дайте какие-нибудь знаки, лайки там еще что-то. Вот мне кажется, друзья, что самое главное, чего не хватает сейчас, дружелюбие. Дружелюбие, друзья, столько конфликтов, причем вы видите, что конфликты идут на территории бывшего Советского Союза. Да слез больно, когда люди теряют дружелюбие. Ну, в результате манипуляции определенных. Потому что каждый человек имеет источник к дружбе. Мое такое видение. Ситуация бывает непростой. Всегда можно понять, но всегда можно протянуть руку и сказать дружелюбие. И вот это вот ощущение того, что это очень просто, это очень дружелюбие, очень эффективно, мне пришло сразу. Чуть позже я понял, что это то, о чем я сам давно пишу и провожу. Это, а сейчас запишите это слово, друзья. Может быть, кто-то первый раз услышит на латыни. Это эпистема. Эпистема. Это корень переводится. Корень. И вот суперджамп, на мой взгляд, отрабатывает корень болезни. Что такое корень болезни? Это образ, друзья. Сегодня у меня будет вечером посвящен специальный научный доклад здоровья и суперджамп, который я проведу вместе с доктором. Ему 75 лет все, он такой юный. Он где-то рядом со мной ходит. У него потрясающий оздоровительный курс. Зовут его Роман Кагай. И с этим человеком мы сегодня проведем мероприятие. Здоровье. Почему суперджамп работает на здоровье? А я вам скажу, что, на мой взгляд, все определяется образом. Вот смотрите, маленького ребенка, младенца, посмотрите, какие у него светлые глаза. Какой образ из него идет. Он когда сухой, сытый, улыбается. Правда, друзья? А вот когда на взрослого посмотришь, посмотрите сегодня. Вроде бы сытый. Вроде бы сухой. Не всегда улыбается. Более того, дети улыбаются уже в утробе мамы. Вот у меня три внука. У меня трое детей, у них уже такие доктора. У них в низкой степени научной степени очень сильные доктора получились. У меня супруга тоже, кстати, на той неделе получила звание заслуженного врача России. И заслуженно получила, потому что занимаются очень важной темой гастроэнтерологии. А то, что образ, да, образ. Уже в утробе мамы, дети улыбаются. И моя дочка прислала фотографии УЗИ в моих внуков. Сейчас они подросли. Я иногда говорю, ты уже мамы в животике улыбался. А почему это происходит? Потому что эмоции накапливаются уже ребенка после трех, четырех, пяти лет. Посмотрите. Некоторые дети начинают обижаться. Некоторые дети чувствуют себя виноватыми. Некоторые раздражаются. Жадничают. Я это называю капризулькой. Капризулька – это эмоциональный комплекс у детей. И вот эта капризулька с возрастом становится эмоциональным комплексом, который машет человек. Есть такой фильм «Почему собака машет хвостом?» Потому что она умнее, чем хвост. Если бы хвост был умнее собаки, он бы вилял собакой. А вот теперь посмотрите, друзья. Когда вы сегодня увидите человека в состоянии эмоций, вот он подходит к вам и начинает что-то такое говорить эмоционально. Ну так смешно, да? Это хвост виляет собакой. Эмоции машут человеком. Вот что происходит. Но тем не менее, для меня как доктора важно, что этот метод, эти 8 упражнений шаг за шагом, отрабатывает внутренний образ, который запускает эмоции. Именно внутренний. Откуда эти внутренние образы берутся? Первый стресс. Это еще Фрейд описал. Зигмунд Фрейд говорил. Первая сцена. 3-4-5 лет. Первый стресс. Даже если человека беречь от первых стрессов. Сейчас кто-нибудь тебя послушает. Сказал, ой, я буду беречь своих детей от стресса. Может произойти история, которая произошла с Гаутамой Буддой. Его берегли до 20 лет. А потом он вышел в люди. Испытал шок. После которого ушел в молчание. И родилась его наука. Потому что эмоции – это такая человеческая история. И если человек с возрастом не умеет управлять эмоциями, он как хвост, который виляет собаку. Извините, у меня сегодня такое настроение. У нас море тут рядом. Мы с утра делали смехозаряд на море. Много-много-много людей. Освобождали это внутреннее пространство от эмоций. Это очень важно. И если кто-то сейчас меня слушает в первый раз про суперджан, просто зайдите на смехозарядку. Вот Коля Краснорудского. Ко многим-многим людям, которые ведут эту смехозарядку, просто когда вы зайдете, увидите, что это непривычно. Что непривычно? Вот если я сейчас вас спрошу, друзья, напишите, как вы продолжите эту фразу. Смех без причины – это что? Вам даже дети скажут. Признак дурачина. Потому что это мы уже в детском садике начинаем. Этому программированию, которое людей заставляет поверить, что смех без причин – это что-то необычное. Это самое естественное, друзья, когда мы смеемся просто от счастья. Виктор. Да, Наташа, я улегся уже. Да-да-да, я пытаюсь вклиниться, но понимаю, что каждое слово здесь на вес золота. Смотрите, я такую линию выстраиваю, что болезнь формируется на стадии эмоций. Правильно? Мы сейчас говорим же и про физическое заболевание в том числе. Вы, как он-то коуч, который ту же онкологию столько лет изучаете, пришли к выводу, что сначала идет какая-то пробоина, подавленная где-то эмоция, которая потом трансформируется в физическое заболевание. Я правильно поняла? Абсолютно правильно. Кстати, все вы знаете слово психосоматика. В широком смысле. Вся наша жизнь – психосоматика. Я руку поднимаю – это психосоматика. Психка управляет телом, да? Но у человека происходит вот в результате этих эмоций. Энергия идет не туда. Вместо того, чтобы любить, он злится и обижается. Вместо того, чтобы делать благое дело, он начинает заниматься какими-то не совсем правильными вещами. Поэтому психосоматика и социальные бывают. Вот любая вредная привычка. Курение, допустим, да? Наркозависимость. Даже просто беспомощь. Это результат ошибочной психосоматики. И, конечно же, болезнь тела доказана, что 95% онкологии имеет психосоматическое серьезное влияние. А вот тем более сосудистые заболевания. И так далее. Совершенно правильно, Наташа. Потому что все начинается с эмоций. Эмоции меняют функцию органов. И вот на фоне этой измененной функции органов, вот, допустим, сердце побаливает, побаливает. И дальше там появляется структура, бляшка. Потом эта бляшка может закупать сосуды. Вот инфаркт. То же самое с онкологикой. Да, давайте тогда вот эту логику простроим. То есть изначально болезнь формируется на стадии эмоций. Когда как суперджамп, вот научное обоснование хочется, да, как суперджамп помогает избежать. Это же как профилактика, но не лечение. Или вот в том числе и здесь можно как-то соприкоснуться, потому что вопрос здоровья – это всегда очень острый вопрос. Знаете, здесь я занимаю позицию врача, и у меня она очень простая. Если болезнь выходит на тело, должен заниматься доктор. Я против каких-то, знаете, самолечений и прочее, прочее. Я за то, чтобы, если болезнь вышла в тело, найти грамотного, добросовестного доктора. И вот этот грамотный, добросовестный доктор я, кстати говоря, не встречал пока. Доктора, который прошел бы качественно суперджамп и не полюбил бы его. Вот я один из таких. Понимаете? И фактом является то, что, да, правильно совершенно сказано, эмоция запускает вот этот патологический процесс. Я еще даже сказал, до эмоций еще есть образ. Ну ладно, вот эмоция. Она нарушает функцию, функция нарушает тело. И суперджамп – это средство профилактики корневое, потому что оно исправляет образ. Посмотрите на людей, которые прошли курс суперджампа. Да они светятся, у них образ совсем внутренний другой. Поэтому я называю суперджамп корневым методом профилактики болезни, несомненно. Когда болезнь выходит на тело, конечно, суперджамп тоже может помочь прежде всего родственникам, окружающим людям, которые чтобы поддержали человека больного. В каком-то смысле создать эмоциональный фон для человека, у которого серьезные вещи. Но если, допустим, применять суперджамп в реанимации, друзья, это будет неправильно. Хотя у меня лично есть интеллект-тренер, который маму свою после инсульта пригласила на курс, и она стала ходить и двигаться. То есть эти результаты потрясающие. Но мы говорим о том, что суперджамп – это способ профилактики болезни, оздоровления человека, несомненно. Но не лечение. Вот это важно понять. Лечением должна заниматься сертифицированная врача. Точно так же, как обучением детей, тоже важно, чтобы занимались педагогией сертифицированной. Поэтому суперджамп мы называем взрослой педагогией. Для взрослых, чтобы создали условия для детей и для взрослых. Да, болезнь выходит в тело, тогда надо включать врача. А так это лучший способ профилактики. Виктор, а с какими заболеваниями вы рекомендуете однозначно пройти курс суперджамп? Знаете, я, если честно, я рекомендую всем пройти курс суперджамп. Пока человек, что называется, не попал в больницу, всем надо пройти, потому что суперджамп налаживает, самое главное, энергетику. Энергетику и внутреннюю энергетику органов, в том числе систем, кстати говоря, потому что очень важно, чтобы нервные системы, пищеварительные, сердечные, гормональные были в балансе. Суперджамп создает этот баланс. Поэтому я рекомендую всем, кто понимает, что это оздоровительный процесс. При заболеваниях, я повторю, что как фон, да, конечно, мы видим, кстати, много результатов. Я вижу, что после медкоснарядки у людей проходит мигрень, которая мучает человека 20-30 лет. Разве это мало, друзья? Мигрень прошла. Я видел, что во время коронавируса, я когда начал заниматься суперджампом сам, еще коронавирус был, люди очень легко проходят. Ни один, ни одного не было осложнений. Я сразу приглашал. Человек заболевает коронавирусом, давай, заходи. Прямо во время болезни. Поэтому для профилактики простудных болезней, даже иногда, когда человек начинает заболевать, начинается ОРЗ, это очень полезно. Человек может очень быстро выйти, потому что, когда болезнь начинается, очень серьезную роль играет функциональное состояние. Поэтому я рекомендую при начале любого патологического процесса, вот такого ОРЗ, какие-то воспаления, и любому человеку, который просто на этом фоне хочет улучшить энергетику, и, кстати говоря, для человека, у которого есть болезнь, если серьезно, друзья, вот слышите, видите, как говорят доктора, да, здоровых-то не бывает, есть недообследованные, слышали эту фразу? Я просто, конечно, понимаю, что есть люди, у которых есть очень серьезные болезни, да, их хочется очень поддержать, и здесь надо и так, и так действовать. А так я рекомендую любому человеку, который хочет быстро восстановиться строй, особенно, когда начинаются какие-то недомогания, нехватка энергии. Но все должно быть очень разумно, я за разумность. Я рекомендую суперджамп каждому человеку, понимаете? Вот все, что я хотел сказать. Я, кстати, верю, недавно слышал высказанное Владимира Довгина, что суперджамп будет в каждой семье. Знаете, вспомнил 90-й год, когда мы начинали эндохирургию, нас называли шарлатанами. Меня, хирург, называли, значит, шарлатаном. Человек, который занимается каким-то непонятной вещью, да, и потом год за годом, когда все, знаете, когда пациент в 10 раз быстрее выздоравливает. Но вначале всегда, всегда непросто. С суперджампом я вижу абсолютно полную аналогию, да. Вот, допустим, начинает кто-то в семье заниматься суперджампом, смеяться, улыбаться, да. Близкие подозрительно относятся. Может быть, ты все, кто попал. Может быть, каким-то шарлатанством ты занялся. А потом, смотрите, а потом, допустим, после жены заходит муж. А он еще лоджий эффект получает. А потом дети. Я вижу, когда семейная пара занимается, здесь со мною Игорь и Айслу Серик, они сейчас уехали на Рафтин, друзья. Но год назад он ее уже, ну, чуть ли не хранить собрался. Понимаете, вот семейная пара, когда у жены функциональное состояние такое было, там метрораги, это медика называет, анемия очень сильная. И она практически в состоянии беспомощности. Ей просто подруга, моя коллега Диляра Ассаляма, говорит, слушай, ну зайди, подожди умирать. Зайди на курс. Потрясающий результат. Я до сих пор удивляюсь этому. Потому что, представьте себе, женщина, которая начинает любимым мужем подыскивать женщину. Потому что чувствую, что скоро уйдет. Вот сейчас говорю, да, комок даже у меня в горле. И когда я эту историю при мне услышал Владимир Донган, я был потрясен, что у него потекли слезы. Вот если вы услышите эту фамилию Владимир Донган, да, она у людей с разными ассоциируется моментами. А для меня это человек величайшего сердца. Огромный человек, который сделал две вещи. Каким-то образом он умудрился сделать курс, в котором мы с Романом Хигаем даже влюбились. И второе, он создал пространство, где люди становятся свободными. Не только физически, экономически. Поэтому, вот касаясь, просто я вот так уж раз вспомнил эту ситуацию. Поэтому, друзья, каждый попробуется, вот и все. И следите за тем, как ваш ум сначала будет говорить, да что они тут смеются. Нет-нет, это не смех, зарядка. Вернее, не смех, а панорама. Это дыхательная практика. Когда мы начинаем смеяться, в какой-то момент чувствуем, что дыхание как рыдание. Знаете, как рыдает человек? Когда очень тяжело жить, мы начинаем рыдать. И вот через эту дыхательную смехозарядку мы убираем этот отрицательный внутренний заряд. И я каждый раз вижу, как люди говорят, надо же. Как у меня свободно внутренне. Какая тесуна. Какая любовь ко всем открывается. Поэтому моя рекомендация. Попробовать каждому. А люди, у которых есть диагноз, посоветоваться с доктором. Ну, найдите только доктора, который сам прошел супер-шаппорт. Хорошо было бы. Вот я доктор, который прошел супер-замп. Ну, я просто считаю, что это технология, эта методика, она сейчас как спасение идет в наше время, где конфликты, где экономика, экология нарушена. Она как спасение реально идет. Она создает дружелюбие раз, убирает корень болезни два. Она социально человеку делает адекватно. Роман Кагай, кстати, с которым мы сегодня будем выступать, он лечит сахарный диабет тяжелой формы. Если помните такую актерицу Цеплакова, может быть, я лишнего сейчас скажу. Но он ее вылечил, эта красивая девушка. И его за... Почему он пришел в супер-джамп? Он говорит, я хочу, чтобы люди не просто сахарный диабет остановились, а чтобы эти люди стали людьми. Понимаете? Когда пенсионер получает 10 тысяч рублей в месяц, это же нищета галимая. Поэтому я рекомендую каждому пенсионеру идти сюда, пройти курс, начинать его вести. А вот Роман, он поскольку занимается диабетом, для него очень важно, чтобы люди с диабетом, еще и социально, чтобы они не просто от диабета вылечились, а чтобы они не были сбоями в обществе. Чтобы эти люди нашли работу. И одна из великолепных работ, я сказал, самая лучшая, интеллект-тренер. Виктор, браво! Спасибо большое! Это просто какой-то поток сегодня у вас. Действительно видно ваше классное, хорошее настроение. Я слышу, там посуда гремит, что-то накрывают, наверное. К сожалению, тут у нас ресторан, друзья. Дети бегают. К величайшему росту, развитию, процветанию. Давайте поаплодируем, поставим лайки, кто может это сделать. Спасибо большое. Не знаю, но для меня каждый раз, когда вы вещаете, я думаю, вот стереть бы все еще раз пойти на суперджамп. Это так просто. И это раз и на всю жизнь. Это раз и на всю жизнь. Ты просто один раз проходишь, и с тобой навсегда остаются эти восемь упражнений. С вами навсегда аптечка, которая внутри вас. Как я говорю, у нас есть две руки. Одной, чтобы помогать себе, а второй, чтобы еще и другим помочь. Поэтому приглашаем вас на курс Суперджамп, пройти его, составить свое мнение, тем более, что у нас есть гарантия. Если вы проходите наш 10-дневный курс, ежедневно посещаете прямые эфиры, один час в день на площадке Зума в группе 10 человек, выполняете домашние задания со страстью, с огоньком, и после прохождения курса говорите, «Нет, ерунда какая-то, со мной это не работает». Гарантия возврата средств. Поэтому вы застрахованы по полной. Обращайтесь к тренеру, который отправил вам эту запись, или тому, кто пригласил вас на этот прямой эфир. Узнавайте, когда старт ближайшей группы, сколько это стоит у этого тренера, и добро пожаловать на свой индивидуальный суперпружок. На этом у меня все. С вами была Наталья Семенова, и увидимся в следующих эфирах. Всем пока-пока.